добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку и как всегда мы ждем нашего подсоединения чтобы все было хорошо с интернетом поэтому несколько первых секунд мы просто вот тянем время для того чтобы убедиться в том что кто-то появился и что у нас все в порядке с видимостью и со звучанием ну во первых всех поздравляю с праздником ханука это замечательно у нас в эту субботу наступает новый месяц вот шалом значит вот есть люди и если будет плохо слышно или или плохо видно вы нам это скажете замечательно я поздравляю всех во первых с шаббатом наступающим да и и второе наступает новый месяц т.д. как раз шаббат наступает новый месяц т.д. пока нет никаких замечаний по поводу того как слышно и как видно и так я на самом деле сегодня хотел с вами поговорить вот о чем о празднике действительно вот все поздравляют праздником праздник ханука и я хотел с вами поделиться своими размышлениями по поводу этого праздника в чем смысл сути этого праздника ну пройдем сначала небольшое исследование но откуда мы знаем об этом празднике есть тексты есть тексты и там об этом написано да действительно этот праздник не в таре в таре этого нет праздника это праздник в нетары праздник от наших мудрецов и поэтому нужно искать и источники там а история вполне историческая лежит в основе этого праздника оно произошло известно когда во втором веке до нашей эры в 167 году до нашей эры началось восстание хасманеев и в 164 году через три года после того как восстание началось восставшие очистили храм и возобновили храмовую службу значит но для нас для всех людей которые соблюдают закон в первую очередь важно шуха нарух до шуха нарух или вот кицу шуха нарух короткий вариант это этого произведения я вот его открыл до им ход ханука законы хануки и здесь в общем-то есть в самом начале рассказ о том что произошло да я просто напомню вам чтобы вы впечатлили да значит ну сначала греки и издали свои мерзкие законы запрещающие нам служение всевышнему запретили шаббат обрезание отмечения отмечания дядю изучение тары новомесячие отмечать отмечать запретили самые главные вещи они нам запретили и это послужило поводом для восстания и дальше сказано так меня интересует именно вот причина праздника именно к празднику я перехожу значит сказано что к шегавру исраэль аль ойвейхем и когда исраэль стал сильнее врагов то есть преодолевал вот этот вот их давление то есть воевал и и выигрывал что произошло что 25 числа месяца кислеев когда мы вошли в рейхал во внутрь до храм и не нашли там шамин тагор масло имеется ввиду кошерного масла бомикдаш но только элла пах и ход только маленький кувшинчик шагая мунах доход молшер коэна кодоль что был запечатан печатью первого священника и не было в нем чтобы зажечь только на денег от исключительно и мы зажгли от него народом арехет народом арех это значит семисвечник мы зажгли от него и он горел восемь дней да пока мы не изготовили из оливок новое оливковое кошерное масло чистое и поэтому мипнезе гиткину хохамим постановили наши мудрецы шебеото гадор которые были в этом поколении шагаюш муната я мимо или что будут восемь этих дней что начинаются от 25 кислева ямэй симхаве галель дни веселья и чтение алеля у модликин багем ганны рот и мы зажигаем в эти дни свечи баэреф вечером когда стемнеет а аль петхэй хабитим у входов наших домов выкул лайла вылайла каждую ночь и ночь до бешмунат галейлот восемь ночей легород у легалот ганес показать и открыть чудо но имеется ввиду чудо которое совершилось с этим маслом то есть масло было только на один день она горела целых восемь дней вот это вполне известно всем что здесь написано и что мы отмечаем я думаю что особых вопросов нет да нет хорошо вопросов нет но я тогда перехожу к другой книги я тут несколько книг заготовил заранее и эта книга она книга флавия гейские древности иудейские древности это наиболее близкий исторический источник кто эпохи в которой происходили эти события да и здесь значит написано немножечко другое да что в 25 число месяца кислеев да ну во первых когда иуда со своими товарищами вошли в храм они ужаснулись и нашел храм пустым ворота его сожженными до вследствие его заброшенности и даже деревья какие-то там выросли такой саморост у них был там да значит близи была клеп крепость акра иуда послал туда для людей чтобы они выгнали греков которые находились в этом в этой крепости да а пока они занимались этим он сам занялся очищением святилище по тщательном очищении последнего он снабдил храм новую утварью светильником столом и алтарем сооруженными из золота заготовил новые завесы на дверях навесил также все это сделал воздвиг новый жертвенник из камней которых не коснулась железо по закону то есть он все отстроил и вот на 25 число месяца кислеев иудеи зажгли свечи на светильнике имеется ввиду вот на 7 свечники совершили воскурение на алтаре возложили на стол хлебы предложения и принесли на новом жертвеннику жертву все сожжение все это случилось как раз вот вот на 25 день да и иуда со своими со гражданами праздновал этот праздник храме в течение 8 дней чего здесь не хватает вот в этом пересказе в этом пересказе абсолютно не хватает того что мы называем чудо с маслом то есть здесь не написано что они нашли какой-то кувшинчик что он был запечатан печатью первосвященника что там было масло на день его она горела восемь дней этого нет здесь просто говорится о том что они очистили храм они построили новый жертвенник они сделали новые сосуды и даже семисвечник новые сделали потому что старый был просто украден что был золотой и они зажгли эти свечи семисвечник который стоял внутри и восемь дней как полагается как муж я это делал свое время они освещали жертвенник то есть они каждые 8 каждый день 8 дней приносили вот эти вот постоянные жертвы с тем чтобы вот уже после восьмого дня этот жертвенник стал кошерными годным для употребления для дальнейшей службы то есть мы видим что про чудо с маслом нет ни одного слова если вы поинтересуетесь и найдете книгу маковеев да то в первой книге маковеев в 4 главе также написано как здесь то есть скорее всего иосиф лавий заимствовал у маковеев и там тоже нет ни слова про кувшинчик с маслом то есть чудо было не в том что масло было мало и горело долго а в том что они освободили храм и возобновили службу в этом храме отстроив новый жертвенник вот в этом было все все вот это вот чудо и даже значит вот здесь написано у иосифа флавия написано что именно иосифа флавий пишет потому что значит он называет его праздником света иосиф флавий праздником света можно подумать о свет огни вероятно потому что в этот день явилась нам против всякого ожидания подобно свету возможность вновь поклоняться предвечному то есть свет смысле того что забрежь свет надежды вот так можно сказать и в комментариях так и написано в честь освещения храма и его торжественного очищения иудой маковеем установлен праздник ханука возобновление то есть даже если он и называет иосиф флавий этот праздник праздником света то это никак не связано с тем светом который мы вот пропагандируем сегодня вспоминая о чуде с маслом да когда же у нас возникает чудо с маслом история с маслом возникает в талмуде вот я вот взял талмуд и я вот это талмуд это массе хоть шаббат трактат шаббат страница 21 21 2 21 бет тут и написано ма и ханука что такое ханука да и здесь написано что ханука это когда вот были некие события когда греки нас закабалили запретили нам заниматься своей религией вот и они сделали не чистым храм стал заброшен вот и дальше написано так и что когда мы стали молхут бейт хашмана и гавра то есть когда дом хашмана и хашмана и стал побеждать да мы вот вошли туда искали стали искать масло написано нашли только пах и хат то есть один маленький горшочек которого было он был мунах выход мошел конагадоль то есть он был запечатан пироги то есть то что потом в дальнейшем будет в шоу хана рухи и мы взяли это масло и было на один день и мы его зажгли и она горела восемь дней пока мы не сделали новое масло и вот это вот чудо несад лакат то есть чудо зажжение мы и отмечаем дальнейшем то есть вот это вот чудо о котором мы говорим сегодня и собственно праздник именно этому посвящен она возникает в талмуде если мы сопоставим даты даты написания это очень важно то допустим иосиф флавий писал в первом веке нашей эры во времена разрушения второго храма а талмуд был записан гавилонский талмуд был записан шестом веке нашей эры то есть ну какие-то вот 500 лет 500 лет между тем что писал иосиф флавий и днем что записано в талмуде да вы можете сказать да действительно записано в шестом веке но может быть эти тексты имели место вот раньше но раньше они нигде не 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 обнаружились у нас нет таких мишна йод мишны нет такой где рассказывается об этом чуде то есть единственное что вот мы встречаем это мы встречаем вот здесь как раз там здесь мы это встречаем поэтому мы видим что история с маслом это текст более поздний более поздний это вот на этом мы обратим внимание что именно наши мудрецы когда вот уже записывают стал муде и концентрирует это все для того чтобы вот четко и ясно сформулировать нам закон возникает вот это чудо с маслом до этого была просто военная победа и очищение храма это очень важно это мы потом я постараюсь объяснить мне хватит время на это но зацепился я не за это в том или в другом случае когда мы читаем и у юсифа флавия и в талмуде значит когда они стали приносить жертвы они построили новый жертвенник и зажгли свечи в системе марых система это семисвечник семисвечник находится внутри в зале тот кто хоть немножечко представляет себе как выглядел храм то был двор до был разделен на разные части и было помещение помещение состояло из двух частей святое святое святых они были разделены вот такой завесой святая святых первом храме был ковчег со скрижалями в самой глубине туда вообще никто никогда не мог прийти кроме первосвященника один раз в году в емаке пурим и святое перед этим вот помещением там были три таких предмета очень важных семисвечник слева справа стол с лебами подношения и вот маленький жертвенник на котором возгла возжигали благовония когда вот священник только священники имели право войти в это помещение то есть марых от система семисвечник он был внутри в зале тоже называется кодыш перед завесой перед завесой кодыша кодыш им и там его зажигали а потом уже вне помещения во дворе находился храм находился жертвенник храмом дворе и там возносили туда же жертвы конечно же там их резали освеживали во дворе в определенном месте двора и потом определенные части возносили на жертвенник священники это делали ну там же и воскурение было и возлияние на жертвенник схема понятно значит и в том и другом случае семисвечник зажигался да только в случае вот и оси флавия там не было чудо с маслом а в случае значит стал мудом чудо с масло как раз вот случилось и теперь что меня натолкнуло на всю эту историю поговорить с вами об этом это та молитва которые мы читаем на праздник то вставка которые мы читаем в молитве амидаш моно исрая это молитва амида главная молитва которую мы три раза в день читаем вот в этой вставке есть история о празднике да то есть мы говорим олянисим аля пуркан аля гвурота счет когда мы читаем за чудеса за те вот события героические да зато освобождение которое было сделано и дальше вот вот эта история кратко излагается это в самом восемнадцатом благословение это происходит до байме мать и тягу бы них у на на коэна году во времена мать и тягу первого священника из рода хошмана имя его сыновей здесь все это описывается но меня интересует самый-самый конец значит когда мы победили написано так значит в акар в ахар кен и после этого бау банейха лидвир бейтеха пришли сыновья твои ну израиль в храм до уфину эд гейхалеха и освободили вот это вот помещение храмовое в это гору эд мигдашеха и очистили твой храм выгидлику нерод беход сродко чеха и зажгли свечи в священных дворах хацер двор священных до дворах зажгли вот эти вот значит свечи и вот тут я не понимаю семисвечник находился внутри он находился в помещении а зажгли они свечи во дворе то есть по идее они должны были его вынести чтобы зажечь но нигде нет ни одного свидетельства что семисвечник когда-либо выносился наружу и зажигали свечи вот эти вот лампады во дворах нигде их зажигали только внутри почему же здесь написано что они беход сродко чеха в священных дворах хацер это хуц это вне это вне значит наверное тот кто наши мудрецы которые составляли эту молитву они понимали что они пишут и им это было важно что мы зажигали как раз вне доход сродко чеха в священных дворах не внутри а вовне вот это меня натолкнуло на ту мысль чтобы поразмышлять о том все таки что такое ханука что мы собственно празднуем потому что есть противоречие в текстах да есть текст который говорит о том что главное это был жертвенник которые построили это более ранний текст и то есть военная победа и есть текст который рыть нет важно не это важно то чудо которое случилось с горшочком масла это более поздний текст и он теперь общий принят а а в благословениях которые мы сегодня произносим оказывается мы зажгли огонь вообще вне храмового помещения во дворе и на сегодняшний день что мы должны делать мы должны зажигать вот эти вот ханукальные свечи выставляя их на показ то есть мы должны выставлять их либо у входа если есть такая возможность до входа во двор на улицу там где ходит большинство людей или ставить на подоконник у окна чтобы все видели этот свет чтобы снаружи был он виден то есть мы его должны демонстрировать этот свет сегодня это так наверное в этом где-то вот здесь нужно что-то искать что-то здесь нужно искать и мне захотелось понять все таки что же такое праздник ханка я понимаю что все праздники которые мы празднуем и и старые и от наших мудрецов это определенная система праздника что это не один праздник а это некая конструкция которую за год мы действительно от праздника к празднику переходим и в каждый праздник происходит что-то такое что нам необходимо да у нас есть энное количество праздников из тары ну их 6 и если включать субботу и новомесячие то будет 8 и 2 праздника у нас от мудрецов пурим и ханука всего получается по существу с теми 8 10 праздников а если не считать субботу и новомесячие как бы вот тогда ханука будет восьмым праздником или десятым или восьмыми в том и другом случае хорошо и 8 и 10 очень хорошее число но что интересно что праздник ханука если вот распределить вы знаете нарисовать такую временную линейку от сотворения человека и до наших дней то мы увидим что праздник ханука самый последний праздник который был он относится ко второму веку до нашей эры после этого практически уже никаких праздников не было потому что пурим был до этого но и все праздники и старые тоже были до этого понятно да до этого а пурим тоже относится примерно пятому веку до нашей эры а ханука относится все-таки ко второму веку до нашей эры. То есть, это был последний праздник. Ну, и мы знаем, конечно же, что если есть некий текст или некое событие, то стараются в самом конце рассказать, в чем смысл и суть всего. То есть, вся суть и смысл находятся в конце. И поэтому я подумал, что суть праздника Ханука, наверное, очень важна в понимании вообще нашей сути, нашей задачи внутренней. Потому что, видимо, в празднике Ханука есть что-то такое, что важно очень. Дальше мои рассуждения идут следующим образом, что праздник Ханука связан со священниками, с родом священников. Везде мы читаем род Хашманаим. Хашманаим – это был священнический род священников. Дальше мысль идет вот в какую сторону. Когда создавался наш народ, а он создавался как раз по выходу из Египта, вот мы выходим из Египта и дальше встаем у горы Синай, и вот этот период формирования нашего народа. То у нас было два лидера, как известно. Мы нас сопровождали, нас ввели два лидера к этому. Один лидер – это Муше, и второй лидер – это его брат Аарон. В основном Муше и Аарон были еще лидеры, конечно, но самые важные были Муше и Аарон. И что важно, что Муше был лидер, такой царь, все делал до определенного момента, пока Аарон не становится священником. Посвящает Муше, посвящает Аарона и его сыновей в род священнический, и у нас возникает Коганим. Хотя до этого Коганим были первенцы. Но во время греха Золотого Тельца это переходит к роду Леви и к семье Аарона, как мы знаем. Поэтому два лидера – Муше и Аарон. Муше наш царь, в общем-то, духовный лидер, и Аарон – это первосвященник. Священник, и от него начинается священнический род. Отличаются, помимо того, что один правая сторона, другой левая сторона. То есть Аарон – это правая сторона, А Муше – это левая сторона. Помимо этого есть еще отличие. Смотрите, Муше собирает весь народ, весь-весь народ у горы Синай. То есть все должны быть вместе, все должны быть открыты. Дальше он поднимается на гору Синай, и дальше он должен принести скрижали, а скрижали – это святость, святость – это то, что связывает верх и низ, святость. И эту святость он должен передать всему народу. Это очень важно. То есть Муше, можно сказать, это открытая святость. При общем стечении народа скрижали демонстрируются всем, абсолютно всем. А что делают дальше с скрижалями? Дальше появляется ковчег завета, и скрижали кладутся в этот ковчег завета, и укрываются в самое дальнее помещение храма, куда уже никто проникнуть не может, кроме первосвященника. То есть святость, связанная с храмом и со священниками, это сокрытие, это закрытая святость. И вот мы с вами определили два очень интересных момента. Муше и Аарон. Муше – это открытая святость, святость для всех, и Аарон – это закрытая святость. Святость, куда имеют доступ только избранные. И только они туда могут пройти. Я думаю, что когда наш народ зарождался, вот первый этап до определенного момента, святость была открытой. Ну, мы же говорим, что, допустим, до разрушения первого храма у нас было пророчество, потом храм был разрушен, и пророчество исчезло. То есть закрывается это все, скрывается. В эпоху Муше, в эпоху Исхода, в эпоху Пустыни, святость была открыта, присутствие Всевышнего было явным. У горы Синай и далее в лагере было явным. Но когда появляется храм, то святость начинает прятаться, она начинает уходить вовнутрь, и только священники имеют в ней доступ. Вот эти два вида святости, видимо, святость Муше – это первый этап строительства народа, а святость Аарона – это второй этап строительства народа. То есть после этого святость скрывается, и доступна только священнику. Но что священник? Священник, смотрите, как интересно. Он может заходить святая святых и выходить наружу. То есть он входит вовнутрь, в то место, куда никто не входит. Он, как бы, не знаю, напитался это святостью и выводит эту святость наружу. И это может делать только Аарон. И самое интересное, что это качество он приобретает во время греха золотого тельца. Знаете, когда Муше уходит, унося свою святость, к нему приходят люди и говорят сделать кого-то вместо Муше. И тогда Аарон начинает делать то, что связано с Муше. Меня напоминает, когда Яков переодевается в Исава и становится немножечко Исавом. В данном случае Аарон становится немножечко Муше, приобретает качество, которое называется вынести святость наружу. То есть он может теперь войти вовнутрь и вынести святость наружу. И дальше смотрите, что получается. Когда наши мудрецы начинают пытаться осмыслить праздник Хануку, что они говорят? Что то, что причастно священникам, то есть кувшинчик масла, запечатанный священником, находится где-то глубоко спрятан. Он спрятан. То, что святость спрячется и доступно только для священника. Они достают это масло и выносят его наружу. В священные дворы, да, Хацрот Кодыш, наружу выносят. Они его зажигают и случается чудо. Что такое чудо по существу? Чудо это говорит о том, что Всевышний рядом, Всевышний здесь, он открывается нам. Вот явное чудо – это открытие Всевышнего в мир. Это уже к святости Муше ближе. Получается, что то, что было скрыто священникам, выносится наружу, на общее обозрение, во двор, и во дворе зажигается и становится доступным для всех. То есть, момент очищения, помните, в Йом-Кипу, священник входит в святая святых, какое-то время там пребывает, выходит наружу и произносит там 72-х буквенное имя Всевышнего, все падают вниз, и в этот момент происходит очищение народа от грехов. Здесь то же самое. Кувшинчик масла, скрыт, это то, что связано со священниками, его достают, причем не обязательно священники, просто твои сыновья написано, вошли, достали, вынесли его наружу и там зажгли. Получается проникновение вовнутрь священника и выход наружу, и тем самым процесс освящения происходит. Но сегодня храма нет. Священники есть. Они никуда не ходят, они сохраняют как бы свой титул. Как сегодня все это работает? И тут мы вспоминаем. Перед тем, как мы получили Тару, Муше поднимается на гору, возвращается и передает слова Всевышнего. И какие главные слова? Что Всевышний говорит, что мы, еврейский народ, станет народом священников. А священники, мы договорились, Арон, это те, кто входят в святая святых, для них святость спрятана, и они могут выйти оттуда, и своим выходом они очищают весь народ. Масло спрятано, оно достается, выносится, и там его зажигают. А что мы сегодня делаем? Масло зажигаем и выставляем наружу. Наружу. Сегодня Хануха – это демонстрация того, что обещанное Всевышним сделать нас народом священников реализуется. То есть, от святости Муше, от открытой святости, мы переходим к святости Аарона, к закрытой святости. А потом эта закрытая святость, качество Аарона священников, передается всем, и тогда мы способны горшочек масла вместе со Всевышним, поскольку это чудо, вынести наружу и всем это продемонстрировать. Персум Ниса, мы демонстрируем чудо для всех. И поэтому получается, что смысл праздника Хануки – это раскрытие потенциальной способности еврейского народа нести свет людям, орлигоим, свет людям, и тем самым исправлять мир. Очень интересно. Ведь все праздники до этого, и праздники Истары, и праздник Пурим, это праздник для народа, для народа, чтобы народ создать, сохранить, чтобы он служил, и даже праздник Пурим – это спасение народа, и только праздник Ханука начинает открываться вовне. Он говорит, вот если вы все это пройдете, вы спасетесь, тогда потенция священнического рода передается народу, всему, и народ способен вот этот свет, в котором есть Всевышний чудо, всем подарить. И тогда происходит исправление. Священник, выходящий из святая святых наружу, он очищает весь народ. Евреи, которые несут себе потенцию этого священства, вот этот свет зажигает для всех, начинает нести исправление для всех. Вот такой вот, как бы последний период исправления. Вот для меня вот праздник Ханука. Последний в ряду праздников, и последний по смыслу, потому что он именно демонстрирует каждому из нас в том, что мы несем в себе эту потенцию священничества Аарона, когда сокрытое может быть открыто. И это приводит к исправлению. Я думаю, что эта схема была задана еще в райском саду, когда люди, согрешив, одеваются, закрываются, уходят наружу с тем, чтобы исправиться и вернуться обратно. Вот это исправление, вот этот свет, который должен быть там, вне райского сада, он приведет к исправлению и к возвращению райского сада в райский сад. А евреи – это как бы вот главный инструмент в этом исправлении. Вот для меня вот сегодня праздник Ханука почему-то прозвучал вот так. Я не знаю, насколько внятно я сумел это объяснить вам, но мне это очень хотелось вам рассказать, поделиться своими такими мелкими открытиями. И главное, вот этот текст, который мы читаем в течение восьми дней в восемнадцатом благословении, «И зажгли огни в священных дворах», парадокс, вроде как нужно внутри, а мы во дворах, и вот это чудо с маслом, которое возникает в Талмуде через много сотен лет, это все верно, потому что мудрецы открывают истинную суть этого праздника. Они говорят, что это было чудо, просто тогда люди его не видели. То есть участники этого события это чудо не заметили. Для них, видимо, была важна военная победа и очищение храма и жертвенника. А смысл появился потом, уже в шестом веке, перед тем, как мы уже уходим долго изгнание, и мы должны будем себя как-то сохранять. Вот наши мудрецы вскрывают вот этот смысл тех давних событий. И вот этот смысл, мне кажется, и вы будете священниками, народом священников, он реализуется именно в праздник Ханука, говоря о том, что в нас есть потенция вот этот свет извлечь и отдать другим. Так, хорошо, есть ли какие-то вопросы значения масла? Ну вот как раз масло как источник света, вы понимаете? Масло скрытое это принадлежность к священническому роду. Святое сокрыто. Масло это носитель света. Когда сказано, что и сотворил Бог небо и землю, и тьма над бездной, наши мудрецы говорят, тьма это Греция. И сказал, да будет свет, а это уже Израиль. И вот эта тьма должна быть каким-то образом преодолена, каким образом светом. А масло это источник света. Вот поэтому масло. Просвещение. Ну, просвещение это однокоренное от слова свет. Да, просвещение и свет, это я согласен. Они, да, да. Когда мы освещаем что-то, мы даем возможность увидеть. Если темно, мы не видим. Появляется свет, мы начинаем видеть, понимать, анализировать, просвещаться, добавлять света. Конечно, конечно. Думаю, что да. Ханукасамех, в общем, да. Ну, вот. Вроде как все. Так. Всем хорошей Хануки. У нас сегодня вот мы зажигаем, уже зажгли четвертую свечу. Сегодня у нас уже пятая свеча Хануки. Пятую свечу Хануки зажигаем. Ну, и хорошей субботы, и хорошего нового месяца. Всего хорошего. Шаббат-шаббат. Суббат-шаббат-шаббат-шаббат-шаббат. Суббат-шаббат-шаббат.